МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В преддверии Дня знаний в городском центре досуга прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Участники форума подвели итоги работы и наметили планы на будущее. В конференции приняли участие работники школ, детских садов и других образовательных учреждений Десногорска. В этом году обсудили тему «Муниципальная система образования, пространство образовательных возможностей и общественного диалога». С приветственным словом выступила начальник областного департамента образования Людмила Иваниченко. Она отметила высокий уровень образования в Десногорске. Качество образования по многим предметам ваших выпускников достойно подражания. Качество профессионального труда ваших педагогов отмечено и отмечается всегда определенными наградами. Имидж и авторитет образовательной системы города Десногорска очень высок. В этом году комитет по образованию Десногорска для приобретения транспорта получил от администрации области сертификат на сумму 1 миллион рублей, а детскому саду «Аленка» для капитального ремонта вручили сертификат на более 11 миллионов рублей. Руководство города также отмечает высокий уровень образования в наших школах. В этом году у нас выпустилась Марина Буракова из старой школы, явилась призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по обществу знаний. Традиционно наши школьники получают 100 баллов по ЕГЭ, и в этом году наши школы не стали исключением. Во второй школе две выпускницы получили 100 баллов по русскому языку. Всего в этом году 17 выпускников получили золотые медали. Лучших педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. В новом учебном году педагогическое сообщество нашего города пополнилось тремя молодыми педагогами. Их чествовали наряду с коллегами, педстаж которых составляет более 25 лет. 1 сентября в Десногорске официально закрывается городской пляж в связи с завершением летнего купального сезона. А в Центре социальной помощи семье и детям «Солнышко» прошло торжественное вручение школьных принадлежностей. Подробности далее. Эта акция называется «Собери ребенка в школу». Второй год подряд ее проводит Организация молодых атомщиков Смоленской АЭС. Они заранее повесили на стенде кленовые листочки с именами детишек, которым нужна помощь. Любой работник станции или подрядной организации мог взять этот листочек, собрать школьный портфель и подарить его ребенку к 1 сентября. Было 19 листочков, соответственно, 19 участников. Всех собрали. Всех собрали. Спасибо большое. Для детей это настоящий праздник, а для родителей большая поддержка. Хочется выразить огромную благодарность организаторам, молодежной организации, молодым атомщикам за поддержку, внимание и помощь в подготовке к 1 сентября наших детей. В одной из колоний Смоленской области пытались доставить сим-карты в шоколадных конфетах. 10 сим-карт пыталась передать женщина одному из осужденных вместе с продуктами питания. За передачу запрещенных предметов в отношении ее возбудили дело. За минувшую неделю в регионе сотрудниками полиции в ходе профилактических рейдов пресечено 665 правонарушений, связанных с потреблением алкогольной продукции в общественных местах. Распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 31-летняя жительница Десногорска обокрала пьяную компанию. Девушка похитила у собутыльников телефоны и деньги на сумму 40 тысяч рублей. Ее задержали сотрудники полиции во время продажи телефона на улице города. В отношении ее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. В ночь на 29 августа в Десногорском садоводческом товариществе «Строитель» сгорела баня. Причина – неправильная установка печи и домоходов. Ежегодно с 1998 года администрация Тверской области с ассоциацией ТРК Тверской области проводит фестиваль телерадиовещательных компаний «Территория хороших новостей». В 19-й раз 40 телекомпаний из 12 регионов Центральной России приехали в очередной раз в Тверь. Двухдневная программа фестиваля была очень насыщенной. Открытие началось акцией «Доброе дело». На территории отеля Тверь участники установили объемную конструкцию флага России и посадили кустарники. Все рабочие площадки фестиваля были разработаны так, чтобы коллеги имели максимальные возможности обменяться опытом, пообщаться с членами жюри, руководителями семинаров и мастер-классов. Так на фестивале реализуется основная цель мероприятия – обмен опытом и повышение профессионального мастерства. На центральной дискуссионной площадке фестиваля обсуждали, какие нужно создать условия, чтобы молодые специалисты оставались в регионах Центрального федерального округа. Более 100 работ были представлены на конкурс. Среди победителей оказались и смоляне. Специальный приз полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе получили сафоновские коллеги. – Я даже не осознаю то, что произошло. Я, конечно, очень рада и очень благодарна и членам жюри, и организаторам за такое доверие, потому что все-таки телестудия Сафонова – очень маленькая телестудия. У нас не так много работают людей, и мы все не профессионалы, то есть мы самоучки, энтузиасты, которые любят свою профессию. В завершении фестиваля участники получили от организаторов в подарок несколько сюрпризов. Они смогли побывать на полиграфическом предприятии и в Императорском дворце. 1 сентября в общеобразовательных учреждениях Десногорска пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В школе номер один линейка состоится в 9.30, во второй, третьей и четвертой школах – в 10.00, а Центр образования на торжественное мероприятие собирает своих учеников в 5 часов. Также в этот день на площади возле городской летней эстрады в 12.30 состоится детский праздник. Развлекательную программу для юных десногорцев подготовили педагоги и воспитанники Дома детского творчества. 1 сентября в 12.00 на спортивной площадке школы номер 2 Десногорска пройдет акция «МЧС России. Мы первыми приходим на помощь». Зрителей ждут показательные выступления пожарных и спасателей. На празднике ребятам напомнят о правилах безопасности дома, на улице, транспорте, а также о способах оказания первой помощи и телефонах экстренных служб. Сборная команда, в которую вошли представители нашего города, штурмует город Тяньшань. Ребята преодолели маршрут пятой категории сложности по западному Тирскей-Алатоу. В Десногорске третий год подряд проходит открытый кубок Центрального федерального округа по волейболу. В минувшую субботу на турнир прибыло 16 команд. Итоги соревнований в нашем следующем сюжете. В соревнованиях принимали участие 10 мужских и 6 женских команд из городов Смоленск, Десногорск, Брянск, Рязань, Орел и Обнинск. Очень приятно за организацию, потому что с каждым годом я приезжаю и пляжный стадион становится все лучше и лучше. То есть, полимер, Десногорск, развивают пляжный волейбол и стремятся, чтобы этот вид спорта люди занимались. Соревнования проходили два дня. Игры были динамичными и жаркими, так как на турнир прибыли сильнейшие команды Центрального федерального округа. Состав участников усилился по девочкам. Подъехал в Смоленск, который мы давно не видели на играх ЦФО. Было время, когда они проводили этапы и финалы чемпионата России в Смоленск. А сейчас я вижу возрождение этой команды. У них и старая гвардия сейчас играет на площадке, и молодежь, которая сейчас моих молодых обыграли. Так что можно только порадоваться, что в вашей Смоленской области пляжный волейбол начинает усиленно расти, прогрессировать и возвращаться на исходные позиции. Участники оценивают высокую организацию турнира и с удовольствием приезжают каждый год поиграть на наших волейбольных площадках. Турнир развивается, можно сказать, одно. Потому что улучшается инфраструктура, то есть добавляется количество площадок. В этом году ограждение поставили. То есть всё идёт для того, чтобы игра развивалась и росла. Состав участников тоже в этом году чуть-чуть изменился. Конечно, есть пара, которые не доехали, но появились и новые команды. Как бы это радует, и, надеюсь, игра будет интересной, живой. В этом году абсолютную победу среди женских команд одержала пара из Смоленска – Алиса Борисова и Светлана Кардаш. На втором месте – Наталья Манькова и Людмила Кузьмина – Смоленск. На третьем месте – команда города Рязань – Анна Пуштошина и Елена Гаврилова. У мужчин на первом месте – рязанская пара Александр Абрамов и Дмитрий Исаев. Наши десногорцы – Константин Ефременков и Алексей Ковиченков на второй позиции. На третьем месте – команда из города Орла. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова